Я хотел бы продолжить мысль, которая только что проглушалась, и сказать о том, что закон 61-го года о местном самоуправлении был существенно пересмотрен, и сам Федерпург в этом отношении занимает, видимо, самое последнее место. На два года было задержано формирование местного самоуправления, и потом по решению суда его быстренько создали, и у местного самоуправления полномочия примерно такие, как закон 61-го года было предусмотрено для части местного самоуправления, который называл ТОС, территориальное общественное самоуправление. То есть, по сути дела, прав у местного самоуправления никаких. Не только собственности. Возможность обсуждать бюджет, который спустили из региона. Вот вы там в каких-то пределах можете немножко сюда, немножко сюда и так далее. Главная у них функция на сегодня, это функция фильтра. Вот им спустили такой полномочий, и они могут сказать, нет, вот этот кандидат не годится, и все, я отсечу. А то годится в Единой России. Ну это отступление некоторое. Когда мы говорим о создании гражданского общества, то мы можем сказать, гражданское общество есть и сейчас, и было раньше об этом шла речь. Вопрос о том, что понимать под гражданским обществом. Должна быть некая дефиниция. Так вот, можно говорить, по крайней мере, в двух аспектах о гражданском обществе. Гражданское общество, как политический лозунг. Даешь гражданское общество. А что такое? Ну что ты не знаешь, что такое гражданское общество? Все знают, все знают, что такое болот, все знают, что такое любовь, ну и гражданское общество тоже не знает. Вот мы его хотим. Вот лозунг. И имеется в виду, что мы все, конечно, примерно понимаем, чего они хотят. Лозунг на самом деле, если посмотреть поглубже, исходит из того, что то, что есть на сегодня, большинство людей не устраивает. Вот, скажем, средний класс бюргеров, граждан, не устраивает то, что делает государственная власть. И мы хотим иного. В каком направлении? Ну вот в таком и в таком направлении для этого общества. Мы хотим изменений. Вот это и есть гражданское общество. И дальше не вникает в смысл. Есть другое понимание гражданского общества, как некоторого абсолюта. Когда вы даете дефиницию, вот так, как вы представляете на сегодня это гражданское общество, и к нему стремитесь постепенно. Это некий философский подход. До некоторой степени может быть несколько иллюзорный, что ли. То есть поскольку будет где-то далеко, когда-то определен. Но если исходить из закона ускорения социального времени, а такой закон доказан аналитически, с помощью математических форм. Ну, если математика всегда права, в данном случае права, потому что она опирается на значительную часть исторического материала, не высосанного из пальцев. Значит, ускорение свободного времени, это означает, что те идеалы, которые мы сформировали, поначалу как идеальные, могут быть довольно быстро реализованы. А есть еще один закон, доказанный таким же образом, аналитически. И он состоит в том, что он определяет вектор развития социального общения. Вектор этот направлен, это доказано строго, в сторону гармонизации социального общения. И если вы мысленно проделаете путь от первобытного общения, рабовладения и так далее, то поймете, что да, действительно гармонизация реализуется. Но этот тезис доказан строго. Теперь мы должны, наверное, определить то, что гениальный Маркс сделал справедливые для своего времени замечания, на самом деле все-таки ошибся. Он говорил, что основой общества является экономика, как вы понимаете, базис, экономика. А все остальное приложение к экономике. Ну, скажем, управление, культура и так далее. Для его времени, наверное, это было так. А в наше время 25% фермеров сельскохозяйственных обеспечивают всем необходимым всю Америку. И у них забота не в том, чтобы обеспечить продовольствие, а чтобы часть оставшегося продать на стороне. 4%. 25% интеллигентного населения с инженерным образованием, с учеными степенями и так далее, производят половину бюджета страны. А 3 четверти других с невысшим образованием тоже половину. Ну, там 3 четверти, а тут четверти. Таким образом, мы понимаем, что произошли существенные изменения в обществе, существенные изменения и в мире. И когда мы говорим о создании гражданского общества в той или иной стране, где оно в той или иной форме существует, мы это помним. Мы говорим о его совершенстве, о его развитии. Мы должны принимать во внимание мировую ситуацию и мировые тенденции. И поэтому, может быть, сегодня нужно говорить не только о возрождении или развитии гражданского общества, а, может быть, есть смысл напрямую говорить о выживании? Потому что ситуация катастрофическая и в мире, и у нас в стране. А где только там рвется? Так вот, мировой кризис и системный кризис в нашей стране, системный. Ну, системный хотя бы потому, что функции управления, ну, то есть госвласть, местное самоуправление у нас только что говорили, по сути дела, игнорировано. Так вот, госвласть приблизилась к форме управления, которая когда-то была начертана в программе ГКЧП. Эта программа реализована на 80%. Но мы знаем, к чему ведут такие тенденции. Помните, у вас Юлия Сунис Реоновича и то, почему он живет в страну. И, значит, это приведет к тому же самому. В чем тут дело? Я немного отвлекусь от мировых проблем. Дело здесь в том, что социум сложная, не бентропийная система. И это означает, что она должна удовлетворять требования к системе. У них много требований, но обе-тестов мы на них останавливаться не будем. Но есть, по крайней мере, две вещи, которые мы должны принять во внимание. Каждая система, только тогда система, когда она обладает консервативной составляющей, ну, скажем, консервативной памятью, и оперативной памятью. Ни та, ни другая, друг без друга, жить не могут. Мы только что говорили, что сопротивление должно быть. Тогда это, наверное, то же самое. Так вот, консервативная составляющая отбирает все накопленное опытом и железно держит. Это в своих руках. Это, если она действительно консервативная составляющая, без изъянов. Если говорить о государственном управлении, то оно сплошь с изъянами. У нас, как только получили власть, так стремятся держать его, чтобы это не стало, невзирая, не обращая никакого внимания на потери, которые при этом приходится приносить. Власти все. Так вот, консервативная составляющая. Ее противоположность составляющая оперативная. Если говорить по отношению к функции управления, то это государственная власть и, скажем, местное самоуправление. Вообще самоуправление. И местное, и производственное, и так далее. Так вот, без оперативной составляющей государственная власть недолговечна. Это общий принцип, это закон систем. Это не придумано кем-то. Значит, рано или поздно кончик плохо. То есть вы лошадь можете поднять на дыбы большими усилиями, но для скачки на большие расстояния такой способ не годится. Значит, на дыбы можете поднять, но должны иметь в виду, что долго проскакать не получится. Так вот, оперативная и консервативная составляющая. Это означает, что если консервативная составляющая имеет голову на плечах, имеет, скажем, возможность или желание опираться на мнение большинства, она должна понимать, что дальше для самосохранения, для сохранения нации, для сохранения народа, ведь у нас в Единой России такие патриоты, не дай бог что-нибудь против сказать, враги народа, или как они там сейчас называются, диссиденты, не диссиденты, в общем, иностранные... Не дай бог, если вы скажете что-нибудь в критику к ним, только хвалить молодцы, хорошо, дорогой, родной отец нации. Эдуард, Олег Ильич, уже почти 10 минут. Я на пасы, к сожалению. Да, но я многого не сказал. Ну, извините.